Привет, друг! С тобой Эван. Как вы поняли по названию ролика, сегодня мы продолжаем смотреть обновление 1.5.1. Сегодня у нас будет крупная охота, как вы видите, мы достали подходящие автомобили, чтобы охотиться. Сегодня не один, сегодня взял с собой Димона. Салам ебать! Короче, пацаны, закупились мы всякими пушками, патрончиками, тачками. Сейчас будем разваливать. Я тебе желаю приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ой, пацаны, посмотрите, просто какой конвой. Кабанчик и на сопроводе гелик. Где вы такое еще видели? Только на рейдже, в GTA 5, да. Кто там? Сука. Пошли гелик веба. Сдох! Ну все, пацаны, минус 1. Олень. Сейчас пойду залутаю. Ладно. Ага, да, за мной-то приедет, блядь. А, реально, у тебя что-то выпало, прикол? Ремка. Износим 73%. А, пассивки сейчас пойдем. Реально, сейчас олень залутаю. Короче, пацаны, по предварительным данным, я видел, как вот здесь охотятся. Но вообще охотиться можно в лесу, на Чилиаде я ездил, а я ничего не нашел. Но я охотился вот здесь, вблизи Чилиада, на лесопилке. Также вот здесь, возле водоймы, и здесь, возле аэропорта. Поэтому сейчас будем бегать. То есть, кого я видел, я видел белого рыся, или как он там называется. Вот, видел курицу, видел оленя. Где-то здесь нужно искать. Прикол в том, что для одного игрока можно спам... Ты куда? Я за бочкой. А, вон реально. Для одного игрока можно спамниться животное какое-то? Для другого нет. А может и для одного и второго одновременно заспамниться. Вот. Ты бочку нашел, а я коробку. Пока ты взламывал одну коробку, я уже здесь залутал одну большую, две бочки и вот эту маленькую. Пацаны, мы поехали, короче, лут искать, а не на охоту, блядь. Реально. Найти, мне кажется, сейчас животных, это андриел, потому что здесь очень много... Ой, стой, бочку. Да, бля, мы приехали залутались на охоту, типа. Весело они говорили, угу. На охоту говорили они. Называется, поехали за этим. На охоту, в скобочках, нет. В жопу, в жопу. Я тебя нашел. Знаешь, это... Кабанчик. Не, кабанчик, ты правильно сказал. Так, пацаны, подъехали чисто, чтобы не спугнуть, достаем... А, надо убрать в этот. Быстрый доступ, мачете этот. Ай, сюда. Достаем калаш и кабанчику просто в ухо. Бам. Ой, как кричит. Так, один, а, у меня уже в этом... В калаше износ пистец. Ножик достаем. Так, е, свинья. Взрослая тушка, ничего себе. Так, ну, все, режем. Что, будем сейчас пацанов резать на мясо? И что мне с этого кабана выпадет? А, нихрена, да? Короче, пацаны, если вас так не спаунется, вам нужно отбежать, не смотреть в ту сторону, так далеко-далеко, потом развернуться, увидеть, что ничего не заспавнится, обратно убежать. Убежать, короче, чтобы они пропали, текстуры. А, во, наконец я заспавнил, все. Чисто убили кабанчика, побегали, порадовались и собираем. 8 костей, 13 штук жира, шкуры животных и животное мясо, все. Охрененная серия про охоту. О, петух! Нашел, можешь его убить, кстати. Вот. Он так спрятался. Ты не убил петуха? Лошара, вот он побежал. Это же баг, говорили, если для себя ты его убил, а для меня нет. А если я убью? А, вот я убил, я его могу поднять, да? А что я не могу ножик взять? А, ты бери ножик через И и в его, в инструменты, там где персонаж, там где молоток и от этой ключ гаечной. Капец, петух вроде маленький, а крови сколько? Реально, пацаны, раньше просто коробок с лутом не найдешь, а сейчас не найдешь животных, которые можно убить. Зато найдешь кучу коробок, которые никто не собирает. Так, пацаны, я решил недалеко от спавна отъехать, посмотреть здесь ли есть какое-то животное. И я только что увидел оленя. Вот он, в принципе. Давайте сегодня засерю все виды животных. Ой, найдем. Собственно, олень. Или кто это такое? Пока, брат. Так, животный жир, животные кости, животные кости, да, кости животных. Шесть штук, животный жир, шесть штук, животное мясо, шкуры животных. Так, еще что-то есть здесь? Кстати, на этих горах было странно что-то найти, если честно, я думал, здесь ничего не будет. Знаешь, короче, по всей горной местности разбросаны эти животные. Но если вы их не найдете, не переживайте, просто, наверное, перед вами кто-то их залутал. Вот, все. Вот реально, если зайти после рестарта, либо ночью, либо рано утром, мне кажется, можно хорошо так пособирать. О, еще нашел, офигеть. А, это уже корова у нас. А что будет, если сбить ее на машине, пацаны, эксперименты? А? Нормально? Здорово, брат. Она мне не это? Нет, письмит. А, ей как бы пофиг, да? Ну что, брат, убивает, роги отдашь? Ну, как хочешь. Кстати, GTA 5 такие животные протекстуренные, прям капец. Казалось бы, корова как-то сюда вылезла, я не понимаю. Все, мы ее тоже разделываем. Так, должно выпасть что-то много, не? Нет, 10 костей, 2 животного мяса, 18 жира и шкуры животных. Неплохо так выпало, неплохо, да? Все-таки, чем больше животное, тем больше выпадает. Хотя, передайте мне, что с оленей, что с петуха одинаково выпало. Я думал уже, оно на это не влияет, а чисто рандом. Так, что-то мы еще здесь увидим, не? Какого-то еще, не знаю, койота для разнообразия. А? Сейчас где-то здесь заяц спрятан, и я его фиг увижу просто. О! Кабан. Только что заспамил. Он на кабан нападет. Здорово, братан. Братан. Ой, как ты хрюкает, какой у тебя хвостик, братан. Можно я на тебя залезу? Пацаны, где агрессия? Где агрессия? Я не понял. А, все. Ну, все окей, я понял. Агрессии нет, но то, что он, когда слышит, что кто-то стреляет, сразу вяжет. А, это еще кабаниха. Извиняюсь. Думаю, может, типа, лут привязан к месту, где ты его убила. Типа, если труп скачивается, типа, можно ли его разрезать, там, поднять. Или там лут появится. Сейчас будет очень интересно, кстати. И лут появляется там где тело. Понимаю. Значит, берем шкуры животных, шкуры... Шкурный... Сколько? 25 жира дали? Нихера. Нормально. Мне кажется, Али, после этого видоса это место сразу будут все чекать. Я просто три горба объехал уже корову, оленя, олениху и кабаниху нашел. Офигеть. Просто в зоопарк пришел. О! А это что такое? А, петух. Можно его забить руками, а? Можно забить руками? Здорово, братан. Мне нельзя. Бля, он такой маленький, кстати. Можно попробовать его задавить. Давай я задавим. Попробую задавить на гелике. Это такой гелик еще побежит. Здесь можно чисто колесиком наехать. А! Изи! В следующий раз им анало еще доставать оружие. Зачем? Колесиком на гелике наехал. Зашибись. Опять не выпало. Понимаю, как я говорил, пацаны, просто спускаемся вниз. Спускаемся так далеко, чтобы текстурки пропали. Вот так где-то вот сюда за угол забегаем. А потом возвращаемся назад. И, по идее, там должно уже что-то заспавиться. Вот, как я и говорил. Оптимизация на уровне. Вот. Кости животных 5 штук. Ну да. В кабана 8, а в курке 5. Ну да. О! Появилось. А не было. Что, забьем? Мне 18 плюс на ютубе не прилететь, не? За издевательство над животными. Бля, гелик уже здесь не справляется. Здесь надо уже фуру, я чувствую. Ты на канал, Айвана, подписана? Не, не подписана. И колокольчик даже не поставила. Фууу. Не, ну с такими просто разговаривать я даже не хочу, как бы, пацаны. Я думаю, вы поняли, что нужно делать. 25 костей, нихера, 25 животного, жира и 2 шкуры. Офигеть, неплохой такой олень, неплохой. Пацаны, я вам не говорил, что гелик это лучший склад? Отвечаю. Смотрите, сколько у меня в нем хранится. Просто сколько жира, сколько костей, сколько мяса. Интересно, к концу ролика, сколько я всего накоплю. Короче, только петуха можно на тачке задавить, пацаны. Миф разрушен. Вы в зеленой зоне, зашибись. А как мне его убить? Можно его с локтя, а? Как-то вот. А так чисто по попке, нормально? Можно его туда скинуть, а? Подальше от зеленой зоны. И там его залутать. Вот это я хитрый. О, все, балдеж, пацаны. Лайфхаки. Просто оттолкаем. Кстати, я забыл сказать, что они уже в фиксе сделали, что мачете, теперь, когда ты ее ставишь и достаешь, занимает... Как занимает? Изнашивается только 1%, а не 5, как было. И теперь более выгодно, потому что ты можешь обработать 100 тушек. Так, это что у меня был? Маленький коллаж, да, такой? Что у нас было по жиру? Максимально по жиру у нас было 25 и по костям 25. Интересно, мы больше сегодня найдем или нет? 15 штук, 2 мяса, 25 жира и шкурка. Смотри, что нашел. Реально, петух, походу, он ли только, которого можно задабешить. На всем ходу, не? По идее, это опасное животное, может, оно мне загорит, не? Горная львица, ааа... Сейчас будет где-то до десятки, я думаю, это невыгодное животное. Что, 10, 2 мяса, 15 жира и 2 шкурки. Кстати, нормально падает в последнее время? О, кстати, он что-то сидит. Заяц! Заяц сидит! Заяц сидит, пацаны, офигеть, впервые вижу зайца. Зайца херово. Либо он вообще кайфует. Да, мне даже его жалко, если честно. Вечером никто здесь не ездит, и можно нормально так лутаться. Но после этого видоса вряд ли кто-то будет здесь нормально лутаться, потому что будет здесь ездить все. Три кости, три шкурки, три жира. Ну, как бы, не три жира, но вы поняли, да. А, это уже кролик. То было кролиха, и теперь кролик. Чем отличие? Не знаю. Не, ну как бы знаю, просто опять это не посмотреть. Нормальное животное мясо, кости животных. Одна штучка, шкурка и одно мясо. О, что-то кролик бедный какой-то. Кстати, животные спавнятся все время, пацаны. А не так, как кейсы, что были-были, потом полчаса их нет, и потом зареспавнились. Нет, животные одного убили, второй заспавнился. Вот так. Только не заспавнился в том же самом месте, а в каком-то другом. Пацаны, а я так подумал, это некий лайфхак. Просто приезжаем на базу, на место какое-то, да, врубаем камхак просто, и летаем, смотрим, где здесь есть какие-то животные. Не, можно прямо вот туда. Не, ой. А, и она не сдохла, да? Еще, еще. Нормально? Окей. А, это, это бык. Это бык. Понимаю. А, даже в чате пишется, Эван убил быка. Он справа, лол. Можно смотреть, кто сейчас в охоте, а кто не на охоте. Знаешь, две штуки мяса, 18 жира, и сколько костей? 10. Что-то бык какой-то худой. Я бы сказал. Назад и где-то здесь еще 100% должны быть какие-то животные. Вот прям чую. Опять это мальчета, бери, блядь, прятай. Потом опять доставай эту фигню. Опять вот так. Как ты выжил? Э, нормально? Крольчиха с этим, блядь, бронежилетом. Опа. Я буду играть, если с него выпадет больше, чем с этого быка. Мяса на одну штуку больше. Ну, с жиром меньше, конечно. Пацан, честно, на Макларе не ездил, не мог найти. Я такой подъехал кабаначи со стерил. 15 костей, 2 мяса, 25 жира и шкурка животного. Окей. Еще одна дикая кабаниха. Сейчас нормально так. Жирку и мяско подкинет. Хотя мяско не знаю. О, коробки заспавнились. Кстати, нормально. Так 21, 44, если что, время. Не знаю, сколько нам мяса дать, но то, что сейчас косточек дать нормально. 4 штуки? Серьезно? 6 жира? Мдааа. А что так мало? Смотри, кстати, как заяц спрятался. Вообще в траве сидит такой нормально. 3 косточки, потом, что нам дало еще? Мясо, 3 жира и 1 шкурка. Вот такая херня, если честно. Пацаны, мне кажется, это мой рай. 1, 2, 3, 4 пончики просто вместе. Так, пацаны, чисто последняя охота на сегодня. Это вот этот такой красивый лев. Сейчас мы его немножечко как бы прихлопнем. Значит, 3 косточки, мясо, что здесь еще есть? Мясо и шкурка. Ну, такое херня. Вон еще. Ладно, не последний, пацаны. Вот это точно будет последний, наверное. Да. О, еще, смотрите, это корова или бык. И еще здесь две коробки. Зашибись. Вот, вот это точно будет конец. Достаем кнопочка 3. Вот так. Все уложили. Корова, да. Значит, 20 костей, 3 мяса, 35 жира. Это, кстати, максимальный рекорд на сегодня. 35 жира. Вот, и две шкурки. Пацаны, я тут ехал и случайно мне в глаз попался вот этот олень. Ну, я как бы обещал, что последний. Ну, блин, ну, как-то греху не увидеть оленя, его не замочить. Вот. Поэтому бай, братан. Вот. И это точно будет все последнее, потому что мне уже надоело. Знаю, что нам попало 6 костей, 6 животного жира, животное мясо и шкуры животных. Я думаю, гелики оставим только вот всякие наживки, в принципе, а все остальное пусть будет в инвентаре. Знаете, еще не хватает на смотри, я вот только сейчас подумал, не хватает такого барыгу, который принимает всякие бушные оружия, парашюты, РПГ, ну, как, короче, как в МТА было, он находился в ЛС, недалеко от порта, что можно всякую фигню скидывать, которой не нужно, биты, не биты, кирки, не кирки. Вот, если бы еще на рейдже добавили такое, чтобы скидывать там всякие парашюты, либо оружие, которое ты нашел с большим износом, либо еще чего-то, было бы, мне кажется, хорошо прям. пришел момент Х, местный барыга, будем сливать, блин, а что-то он дешево принимает, ну, в слитке капец как дешево, по 86, ну да ладно, давайте сольем все, что у нас есть, то есть, 148 металлом, 11 микрочипов, 13 шкур крупных животных, шкуры мелких животных, 13 штук, 245 жира, 35 мяса, и кости 181, давайте патроны уберем, и просто интересно, сколько мы заработаем, так, это все убрали, наживки, если можно было бы еще сдать, и мы заработали всего лишь 233 тысячи за час, это капец, сколько мы всего сделали, сколько всего потратили, считайте бензин, патроны, еще чтобы мащета вот это купить, и всего лишь заработали 223 тысячи, и так пацаны, все-таки где спамятся животные, спамятся возле спауна, вот здесь, мы увидели сами, вот здесь на этих горах не спамятся, вот спамятся вот здесь, Вот тут между аэропортом, военной базой Вот здесь я не видел спавниться Вот тут возле лесопилки редко Вот здесь спавниться Если честно, вот здесь не ездил, но мне кажется Тоже должно что-то спавниться Где-то вот здесь на окраинах, вот здесь 100% Что должно заспавниться Что я думаю насчет охоты Что она немножечко поднаедает Своей однотипностью Вот я реально полчаса поиграл Вроде в кайф, но в следующие полчаса Уже не особо так прямо уж хотел А чисто для видоса Я надеюсь тебе этот видос был интересен, понравился Так что поставь лайкос, помоги продвинуть его в топ Также напиши в комментариях Сколько ты вообще животных убил И как тебе вообще охота, нравится или не нравится Пишись на канал, здесь выходит очень много Интересного, угарного и веселого контента Вот, и также колокольчик Чтобы смотреть всегда мои видосы первыми Ну а с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня Всем удачи пацаны и всем пока-пока